Всем здравствуйте! Меня зовут Наташа. Я хотела поделиться своими впечатлениями по поводу пройденных марафонов. Я была участницей первого марафона женственности, который начинался в августе 2013 года. И сейчас прохожу в своем темпе третий марафон. Хочу вам сказать, что это были замечательные впечатления, замечательная полезная практика для меня. Во время первого марафона я всё чётко делала день в день, все задания, писала отчёты, даже несмотря на то, что в это время мы путешествовали и ехали из Украины в Москву, потом на машине в Казань. И было очень много разных интересных событий. Тем не менее, всё равно находила и время, и возможность заполнять отчёты, выполнять задания, делиться впечатлениями, читать другие отчёты, потому что это было очень интересно, и очень полезно, и очень нужно. Могу сказать, что ощущения самые-самые замечательные. Во-первых, очень много знаний, которые, может быть, есть в голове, отложены, и ты с ними соглашаешься, говоришь, что да, они такие правильные, да, так и надо, но при этом не всегда применяешь на практике. Тут у тебя появляется такая возможность и такой мотивационный пинок их делать изо дня в день, задействуя разной сферой своей жизни, задействуя разные интересные задания, очень интересные открытия. И мне это помогло понять, что на самом деле для меня важно, какие задания, вернее, какие знания я хочу с собой унести на каждый день, на потом, на после марафона. И это мне очень помогает изо дня в день помнить о том, какой я стремлюсь быть, каким человеком я хочу быть, что я хочу дарить окружающим, что мне нравится делать. И просто больше понимать те вещи, которые для меня, на самом деле, важны. Третий марафон я сейчас прохожу по теме предназначения. И получилось очень интересно. Ещё до него я, в принципе, понимала, что есть моё, потому что очень долгое время до этого искала по крупинкам, чувствовала, что же мне нравится, что приносит мне на самом деле такое вот окрылённое состояние, счастье и вдохновение. И так подбирала себе потихонечку список, чем мне хочется заниматься в будущем, что мне на самом деле приносит удовольствие, и что на самом деле моё, самое настоящее моё. И был какой-то период сомнений, а то это или не то. И вот когда начала марафон, я поняла, что всё моё, всё хорошо. Занимаясь тем, чем нужно, делала, в принципе, правильным. А сейчас марафон для меня как такая палочка-вылчалочка, которая помогает изо дня в день следить за разными аспектами моей жизни, которые для меня важны, там, будь то питание, или будь то какие-то цели, или дела. И держит в тонусе, в таком приятном. И помогает достигать то, чего мне на самом деле хочется. Плюс за это время я познакомилась с кучей интересных людей, которые со мной на одной волне. Плюс мои друзья, которые читали мои отчёты, я в первом марафоне их размещала в ВКонтакте, они дали мне очень много положительных отзывов. Те люди, с которыми, допустим, мало общалась, ну, так, немножечко где-то перекидывали спало слов, но при этом это не было тесным общением, они мне писали огромные письма, благодарили за вдохновение, благодарили за то, что я являюсь примером в некоторых аспектах, как меняться, как стремиться к лучшему, как это делать. Парни, друзья говорили, что я вообще большая молодец, что задумываюсь, ну, мало того, что задумываюсь, так ещё и делаю что-то для того, чтобы развивать свою женственность и быть более женственной по жизни. И мне-то, конечно же, приятно было слышать, и сейчас слышу, были всякие комментарии, что зачем тебе надо было это вообще-то и так женственно, но я-то со своими тараканами лучше всех знакома, поэтому прекрасно знаю, ну, не всегда знаю, но знаю, не знаю, что с ними делать, но знаю, что надо что-то делать, не всегда знаю, что именно. Вот, и как-то марафон в этом помогал. Плюс друзья, которые появились новые, и старые, которые поддерживали, они тоже помогают в этом. Вот, и хочу сказать огромное спасибо всем, кто меня поддерживал, всем, кто не поддерживал тоже, кто критиковал и говорил, да, что это вообще такое, это вообще тебе не надо, и ты гнезд занимаешься, вот. Но я знаю, что мне это надо, я это делала, я довольна, вот. И хочу пожелать всем всего самого-самого хорошего. Спасибо большое, что посмотрели мой отзыв. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok